Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня решил рассказать вам про устройство Сампа. На примере вот этого Сампа, который обслуживает вот эту емкость. В емкости живут два больших ската и плавая пара дискуссов. Сейчас покажу. Почему решил затронуть эту тему? Она много раз показывалась, муссировалась, везде расписана, описана. Но, тем не менее, идут вопросы и есть ошибки. Иногда ребята делают Самп, затрачивают много усилий на это, а он работает неправильно, идет неправильная циркуляция. И в результате биология вообще не работает. Они радуются, что у них большой Самп, а не понимают, почему у них вспышка АМИАКа. Итак, начнем. Вот эта емкость играет роль аквариума. В ней, как видите, коряга. Вон там пара дискуссов. И вот два ската. Вода сюда подменивается через вот этот кран, а из Сампа приходит через вот эту флейту. Длинная флейта, сделанная из обыкновенной водопроводной трубы. Когда мы хотим сделать протоку, то вот этот шланг, он подвешивается вверх на вот эти кронштейны, для того, чтобы было видно, какая струя, какая скорость истечения воды. И можно было регулировать. Значит, из этой емкости есть несколько выходов. Один выход аварийный для слития, вот там внизу. Два выхода обыкновенных, дублирующих друг друга, на случай, если один из них забьется, чем-то прикроется. И один выход, на случай, если забудем закрыть кран, и емкость будет переполняться, и через вот это верхнее отверстие, оно нас спасет, скажем так, от потопа. Идем к Сампу. Значит, вот эти трубы исходящие, и вот контрольная труба. Здесь есть краны, для того, чтобы перекрывать выход. Значит, снизу выход, вот он. Тоже идут везде краны. И дальше эта труба уходит, извиняюсь, уберу ведро для обслуживания. Уходит в канализацию. То есть, стоит открыть краны, и вода из емкости уйдет. Значит, как происходит фильтрация? Вот из верхних вот этих отверстий, вода по трубам поступает сам. Прямиком в носок. Вот этот носок фильтрует крупную грязь, и вода попадает в первый вот этот отсек. В этом отсеке, что происходит? Здесь есть слив, для того, чтобы слить воду с Сампа, в случае чистки полной. И есть перелив, скажем так. То есть, вот эта труба, наискосок обрезанная, служит для отведения излишней воды и выравнивания уровня и в Сампе, и в самой емкости. Значит, вот первая перегородка. Первая перегородка стеклянная. Она глухая снизу, и вода перетекает через нее сверху. Вот это пластик для удержания носка, а сама перегородка, вот она, видите, здесь перетекает сверху. Попадаем в первый, во второй отсек, да, получается. В этом отсеке у нас губки. Внизу стоят крупнопористые губки. Стоит подставочка, для того, чтобы не перекрывать вот этот проход. Крупнопористые губки заселены нитрифицирующими бактериями. Вверху верхняя губка, она мелкопористая, для того, чтобы можно было более мелкую грязь, которую не уловил носок, промывать почаще. Сверху лежит уголь, мешочек с углем, который можно положить, можно убрать. В зависимости от задач. Показываю также сверху, как это выглядит. Куда идет вода дальше? То есть здесь через губки вода проходит сверху вниз и через этот проход снизу вверх и попадает в следующий отсек, где у нас лава в качестве субстрата. Крупная лава, по-моему, 3-5 или 3-4 сантиметра размером. Точно так же внизу подставочка с сеточкой, вон черненькая, если вы видите. И дальше опять проход. Внизу лежат камни для воздуха и лава аэрируется. Аэрация небольшая, для того, чтобы не влиять на поток воды. И вот вода здесь поднимается опять вверх. И теперь уже через гребенку, чтобы убрать всю грязь, если она попала сюда все-таки, попадает в еще один отсек с элементарно нарезанной пластиковой гофрированной трубой. Здесь опять же аэрация и трубки все покрыты слизью, слизью, естественно. Дальше переходит по низу в отсек, где стоит небольшой насос. Он перекачивает воду через вот эту трубку в другой отсек, где стоит УФ-лампа. АСОЭФ-лампы идет на бойлер. Для нагревания используем вот этот бойлер, 30-литровый, ну самый маленький, какой есть. Потому что нам не нужна емкость бойлера, для того, чтобы нагревать, мы там не копим воду. Нам надо просто его нагревать. Так как это устройство достаточно надежное, мы его поставили. Из этого отсека вода опять же через верх попадает в последний отсек, где стоит уже насос. Это на 4,5 тысячи, небольшой насос. Почему? Потому что у нас нет перепада высоты. И он, наверное, по крайней мере 4 тысячи дает, потому что поднимает воду не более, чем на метр. Наверное, даже меньше. Хотя нет, на метр, да. И из-за него уже вода идет обратно и через плейту попадает в емкость. Скажу свое мнение по поводу наполнителей. Очень часто в чатах идут бурные дискуссии, какой наполнитель лучше. Мне кажется, что нет необходимости постоянно менять наполнитель и искать, какой лучше. Важно, чтобы вы знали его свойства и привыкли к нему, знали, что от него ожидать. И, соответственно, вы правильно будете с ним работать. Когда вы меняете, вы должны привыкнуть опять к новым наполнителям. Не исключены вспышки аммиака, нитритов. Вот, я использую лаву и, в принципе, доволен. Также вот и трубки стоят, губки. Я думаю, что все это вместе срабатывает нормально. Давайте еще раз покажу сверху. И обращу ваше внимание на то, что никакие стенки и даже вот эти сами трубки у нас не заросли водорослями, какой-то грязью. Они не бурые. Вот там вот чуть-чуть есть что-то. Ну, и не более того. Я считаю, что это правильно. Мне не нравится, когда ребята показывают, а там ничего не видно, потому что все заросло, все в грязи и так далее. Я не думаю, что это способствует здоровью рыбок. Кроме того, если здесь начнет что-то зарастать, значит, мы поймем, что у нас много нитратов в воде. Значит, много корма для водорослей. Зеленых, бурых, каких угодно. Тем более самп у нас стоит открыто, светит верхний свет. И водоросли запросто появятся. Еще раз обращу ваше внимание на то, что самп должен работать правильно. Что это значит? Что вода должна идти именно по тому циклу, как оно задумано. Да? Вот проходит через носок и должно здесь перелиться сверху. Оно должно переливаться именно сверху. Здесь оно должно переливаться снизу. И сверху вот здесь переливаться не должно. Поэтому стекло выше воды. Здесь переливается снизу. Здесь переливается сверху. Здесь переливается снизу. Там переливается сверху. Мы нарисовали себе вот эту полосочку для того, чтобы сразу визуально видеть, что с уровнем все в порядке. Что вода долита до нужного уровня. Как это регулируется? Вот там вот труба срезанная, я ее уже показывал, которая именно отрегулирована по уровню. Чтобы одни стекла были выше, которые необходимо, чтобы были выше, а другие ниже. Если бы труба стояла ниже, то вот через это стекло вода бы не переливалась. Либо уровень, ну да, не переливалась бы. Все бы уходило, все лишнее уходило бы в эту трубу. Если бы стояла выше, то вода начнет переливаться вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. И соответственно протока через лаву, через трубу вот эту не будет. Через губки тоже. И в результате какая-то циркуляция есть, а биология не работает. Вспышка аммиака, нитритов обеспечена. И еще один момент. Это помпы и насосы и их регуляторы, контроллеры. Значит, здесь у нас стоит две помпы течения. Стоит вот этот насос, который практически никогда не выключается. Мы в нем только чистим губку. Напомню, что он гоняет через УЭФ воду и нагреватель. И вот этот насос, который гонит воду на флейту. У вот этого насоса вот контроллер, на котором есть кнопочка «ФИД». При ее нажатии насос прекращает свою работу на 10 минут и потом снова включается. Мы это используем при кормлении. Точно так же выключаются и две другие помпы. Одна вот этой кнопочкой «ФИД», а другая вот зелененькой кнопочкой. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы сам не уходили продукты питания, которые мы даем скатам. Сейчас просто попробую снять вам скатов под водой. Это у нас Василиса. Вы, наверное, заметили, что как только я опустил телефон, в воду, звук усилился. Это происходит потому, что более плотная среда лучше проводит звук. Соответственно, рыбки, они очень хорошо слышат, когда мы постукиваем по стеклу. Конечно, звук голоса, который прошел через воздух, а потом уже переходит через стекло в воду, он искажается, но слышать они слышат. Далее я хотел бы немножко обсудить обслуживание сампа. Дело в том, что самп – это альтернатива внешнему фильтру. Но внешний фильтр – это закрытая банка, в которую вода затекает, вытекает, и ее не рекомендуется мыть часто. Да и процедура эта довольно сложная. Надо все перекрыть, фильтр снять, разобрать, ну и так далее. А в сампе все доступно, и этим он удобен. Соответственно, вот в нашем сампе мы постоянно моем носок, безусловно. Мы моем верхнюю губку, которая принимает более мелкую грязь на себя. И обязательно мы моем регулярно губочки, которые вкладываем в входящее отделение, в два насоса, которые, как вы видели, у нас стоят. Итак, периодически мы без труда можем помыть и любое из отделений. Но никогда не надо мыть весь сам сразу. Особенно, если вы не перезагружаете полностью аквариум. Такое бывает, естественно, очень редко. А так, помыть одно отделение, не трогая другие, и через неделю, через две, через месяц помыть другое отделение, никто не запрещал. Теперь расскажу немножко про скаты. Это скаты Леопольди. Они достигают половозрелости в возрасте трех с половиной лет. И, как по расписанию, в 10 августа 22 года у наших скатов родились вот такие малыши. Мальчик и девочка. Назвали Антонио и Аманда. Сразу были достаточно активны. Диаметр по мантии составлял около 9 сантиметров. Как видите, все изучают, все смотрят, пытаются выпрыгнуть. И они... Сначала мы начали с того, что подбирали им корм. Через 3-4 дня они начали питаться. Мы их кормили разными кормами. И мотылем, и трубочником, и кормом для дискуссов. Через какое-то время, когда они уже значительно подросли, мы посадили к ним соседей дискуссов. Однако где-то в январе 23 года мы поняли, что это уже опасное соседство. Заподозрили скатов, хотя и не поймались по личным. Но в нападении одному дискуссу стало плохо, уверенности полной нет, но на всякий случай мы отсадили. И вот сейчас они живут одни, и завтра они переезжают в новое помещение. Я вам покажу, какое. Итак, спасибо за внимание. До скорых встреч.